конечно первооткрыватели всех этих маршрутов так или иначе акинские парни они дома у себя они хозяева они с детства там они все тропы дороги знают они все сначала конями проехали игорь и баир первое проехали в те края они это сделали нынешней весной на своих квадроциклах x6 и sf moto 500 а весной с одной стороны легче идти потому что за береги кое-где лед есть по реке вода маленькая броды сравнительно легко можно переехать тот кто в юками конями ходил я вот с этими ребятами мы ничего не умею это начинает завязывать тут дорогу я завязываю потому что вот наши сборы увязывания едем мы на охоту на рев думаю нормально получится все 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 перекур место такое красивый ну как красота вот это и есть настоящая вода транспорт решает все так еще мой отец говорил вообще надо сказать что самое страшное и самое трудное это вода это броды это реки как-то по суше можно все равно высказки выцарапаться но если поднялась вода все стал наглухо что вы там встали? ну просто посмотрели маленько лебедку подтянул ааа болтал прехал ааа болтал баир баир это оленевод один из последних которые остались с так что они когда он и все были оленеводы и охотники так вот баир один из последних которые остались. Тот, который знает и умеет обращаться с оленями. А вот об оленях он рассказывает с большой теплотой и любовью. Приятно послушать. Субтитры создавал DimaTorzok У бурятского народа есть, на мой взгляд, красивый обычай – брызгать. Брызгают водкой, брызгают молоком, брызгают чаем. В последнее время как-то даже молоком брызгают больше. Традиция такая. На перевале брызгать надо. Красиво. Ты находишься на самой вершине. Перед тобой открывается новая долина, новое место. И надо передохнуть, перекусить самое время и брызнуть. Буряты брызгают по разным поводам. Я хоть и не бурят русский, но тоже брызгаю. Я родился и вырос в Бурятии среди бурят. И предки мои все здесь. Поэтому переняли и брызгаем. Так вот, брызгают по разным поводам, ответственным событиям, значимым в жизни человека. Брызгают, когда оказываются в каких-то значимых местах, например, на перевалах. Буряты брызгают по разным поводам. Пить. Есть даже целые деревни, которые объявили сухой закон. Не в прямом смысле жестко запретили пить. Нет. Просто как-то осуждают пьющих людей. Создают им не очень комфортные условия. А в деревне это очень важно. Уважение. Но если ты конченый пьяница, какое к тебе будет отношение? Как живут собаки-охотничьи. И это в тайге. Какие легкие. Приехали на зимник. Хозяина нету. Куда-то по делам уехал. Мы решили тут ночевать. Становится правильнее. Вести трезвый образ жизни. Быть самодостаточным человеком. И соблюдать традиции народа. Я по ночам выпускаю. Обои. Сливочная. Вологодская. Какая Вологодская? Акинская. Кошак он. Видел какой? Не съели орлы. Вот там мы ночевали. Гостеприимные люди нас встречали. Очень хорошо. Я так что-то устал. Выспался. С утра собрались. Поехали. Отдельно расскажу про Джонер. Я ему хозяин. Я его весь слепил. Сделал. Переделал. Поэтому расскажу всю правду. Во-первых. Зачем я купил такую технику? Квадрик я отмел сразу. Там некуда даже собаку посадить. А собака 10-15 километров пробежала и уже расписалась. А ты доберешься до места, а собака никакая. Поэтому надо кузовок, куда бы можно было посадить собак. Не газуй, не газуй. Вообще не газуй. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда я куда-то еду, или лучше сказать, мы куда-то едем, надо туда доставить некоторый груз. Бог даст, обратно что-то вывезти. Поэтому мне надо было технику посолидней. Что, лебедку не будем разбирать? Пока так продвижимся. Перебрал все, что есть. И РЗР, и СФ МОТО, и Ямаху РИНО. И еще что-то я там смотрел. Но, в общем, по параметрам ничем мне не устраивало. Там кузовки тоже никакие. И не особенно отличаются от квадрика. И вот выбор пал на Джойнер. Джойнер Ренегат. Благо парень, который их возит из Китая, наш иркутянин. Ну, с первого взгляда техника понравилась. Мощные рычаги, трехцилиндровый мотор, полноценное сцепление, пятиступенчатая коробка передач, полный привод, все блокировки механические надо подчеркнуть. Внешне он уже, как видите, совершенно не похож на того Джойнера, который приходит с завода. Снят капот, вынесен радиатор, спереди поставлена запаска, резина заменена на двадцать шестую ведьму. Снизу днище, закрыто стеклотекстолитом, любимый мой материал, абсолютно гладкая. Поднят кузов и много-много разных мелких улучшений. Так вот, что меня особенно расстроило по началу пользования. Пятиступенчатый, ему не хватает первой передачи, как таковой раздатки нет, пониженной нет, а привода прямо с коробки на мосты не хватает пониженной. Пойдет вперед. Пойдет вперед. Вперед, вперед. Давай. Нормально иди. На первой передаче. Или двигатель в крутой подъем не вывозит, просто задыхается. Или ты должен газ в пол и не разбирая дороги. А что ты? Надо на нейтралку поставить. Самое лучшее дело. Я думаю, что вообще Джойнер это такая фирма, баги, которые сделаны для того, чтобы подурковать по пустыням. У нас камни, у нас колея, у нас коряги, у нас пни. Поэтому особо-то не надуркуешь и может кому-то и в кайф погонять. А я предпочитаю проехать помягче, получше, поудобнее, поменьше технику травмировать. Хорошая емка была. В начале эксплуатации, значит, ни другого выхода не оставалось, чтобы подняться в крутой перевал. Это газ до полу, первая передача, а то и вторая. И вылетать без разбору. Вот это был драйв. Я невольно хапанул этого драйва, потому что в гору под капотом передним колесом дороги уже внятно не видно. Камни все это дело вымыло. И ты прешь, подскакивая, чуть тебя самого не выбрасывает из джойнера. Ну, дело доходило до того, что я даже голову разбивал о дуги. О, как там меня колбасило. Такая дикая езда добром не заканчивалась. Гнул концевые скобы на рулевой рейке. Однажды отломил рулевой наконечник, а это колеса в разные стороны. Все, стоп, приехали. В общем, в этом варианте техника не годится для наших условий. Но спасибо добрым людям. Это Сергеев Сергей Сергеевич. У него точно такой же джойнер. Он по своему уразумению его делал. Но он решил эту проблему. Значит, заменили шестеренчатую пару в коробке. То есть мне пришлось покупать коробку от джойнера Мустанга. Она четырехступенчатая. Там пониженный ряд передач. И вынимать оттуда вал с ответной шестерней. Вставлять в свою коробку. И мой джойнер преобразился. Теперь первая у меня работает как пониженная. Вторая это просто трогание и езда в тяжелых участках. А третья, ну, как правило, по более или менее нормальной пересеченной дороге. Даже четвертая. Вот это рабочие скорости. Я сохранил пятую передачу. И Сергей Сергеевичу восстановил ее тоже. В общем, теперь у нас полноценные вездеходы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валера едет на BRP Outlander 650 двуместный. Очень хорошая безотказная техника. Квадроцикл прошел 9 тысяч километров. Но у него ломалась рама. И говорят, это их беда. Ну, неудивительно. И у Валеры сломалось понятно. Он, во-первых, его очень жестко эксплуатирует. Во-вторых, грузит. А у нас всегда есть необходимость в грузе. Ну, поэтому, наверное, и не выдержал. После этого Валера его разбирал полностью. Все проваривал, улучшал, усиливал, собрал заново. И теперь это, в общем-то, отлаженный, отрепетированный квадроцикл. Ну, немножко поцарапанный, но безотказная техника. Главное его достоинство – это двигатель «Ротакс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Еду на Джойнере. День, дорога хорошая. Ну, смотрю по сторонам, на дорогу смотрю. И вдруг слышу – треск. Кидаю взгляд с дороги, а через приборную доску вылезла здоровая жердь и уперлась мне в грудь. Как-то я успел остановиться. А то бы пригвоздила она меня к сиденью, как букашку в гербарии. Но, тем не менее, все равно опасно. Надо быть очень внимательным ко всем торчащим палкам. Потому что, по сути, ты едешь просто в трубчатой капсуле. Ты ничем не защищен. А все эти пластмасски, они протыкаются на раз. Ну, вот они все провода-то. Ну, давай, что снимать, все уже было. С полметра от колеса встать. На ровном месте, а. Ну, я на дорогу выглядывал. Сейчас это, осторожненько будем вынимать. Ну, конечно, она вырвала некоторые приборы, клавиши включения света. Но мы разобрались, сделали. Так что все хорошо закончилось. А Игорь по Саянам ездит на квадроцикле SFMoto 500A. Это базовая модель SFMoto. Карбюраторный двигатель, одноцилиндровый. Так вот, этот квадроцикл прошел у него в таких жестких условиях. И лето, и зиму. 12 тысяч километров уже. Резина стала лысой. Но, вот именно в эту поездку он забарахлил у него. Вдруг перестала подача идти. То есть, квадроцикл не развивает двигатель оборотов. Когда снял карбюратор, то в клапане, это поплавковая камера, есть маленький фильтр, где игла впускная. Так вот, этот фильтр забился. Ну, там примерно с нокоть было разной волокнистой грязи. После того, как это дело он прочистил все, квадрик пошел. Подъезд, знаешь, все подъезд. Такая дорога. Извините. Да. Адем туда ночевать, три человека, я лягу и да. Ну и все. Ребята не смогут. А, палатка есть? Ну, в принципе, гоняка. Я боюсь на улице. На охоте обязательно брызгают. Когда приезжают на место охоты, брызгают гангаем. Гангай – это хозяин. Хозяин этого места – зверей, птиц, леса, воды. Обряд брызгать – это не страх маленького человечка перед Богом. Это прежде всего уважение и почитание. Если есть водка – брызгают водкой. Нет водки – брызгают чаем, брызгают молоком. Это специально ритуальный такой очень древний обряд. Разводится святой огонь. И он даже разводится не на земле, а на специальной подставке из колев лежит плоский камень, на котором разводится огонь. И вот в этот огонь кладется все вкусненькое, что у нас есть. Конфетки, пряники, печенюшки, мука, крупа. И даже возят для этого мешочек, в котором уже заранее заготовлено то, что будет класться в этот огонь. Желательно, чтобы еще была орса. Орса – это такой верес. Растет в самых-самых гольцах, уже выше границы леса. Вот это главное дело. Когда его высушивают и кладут в огонь, он источает такой специфический приятный запах. Это благовоние. Нам надо обойти вокруг этого огня и окуриться этим дымом, очиститься. Также неплохо окурить этим дымом наше оружие, винтовки, чтобы они хорошо попадали. Таким образом мы выказываем уважение и почитание прежде всего к природе, я думаю. Ну и сами очищаемся. Духовно, я бы так сказал. Ну а после этого можно отправляться на охоту. Справедливости ради, надо сказать, что первую дорогу для техники проложил МТЛБ. Они завозят соль, потому что в горы выгоняют лошадей, и чтобы лошади держались где надо, выкладывают лошадям соль. Ну а эта соль, естественно, хорошее биотехническое мероприятие в смысле животных. Там очень хорошо держатся звери. Для охотников хорошо, потому что соль, где соль, там и зверь. Охота на реву необыкновенное дело. Мы эту охоту ждем целый год наравне с изюбрями. Так же готовимся, так же в предвкушении. Но они как готовятся? Они сил набирают. А мы готовим снаряжение, трубы. Подгадываешь по времени. Реветь начинает ближе к вечеру. Ревет всю ночь. Если ревет, правда, заканчивает где-то утром. А если погода ненастная, а еще лучше снег идет, то может кричать и днем. Как мужики говорят, тайга поет. Мой один друг говорит про рев зверей и зюбрей. Крик сексуального триумфа и отчаяния. Точно сказано. Даже услышать, услышать зверя, это что-то. Вот зверь живет, такие копанины делает. Роет копытом, грязь выкидывает, ревет, сердится. Все до конца мутнее село. Нам нужно, пути попался скелет остатки от изюля быка задавили видим по весне потому что рога съедены но они же мягкие если бы были был зимний рога бы были на черепе поэтому хочу сказать волков много просто засели бывает не кричит едешь один ключ проверила тишина другой ключ проверил машина один хребет поднялся тишина другой тишина и тут начинаются сомнения у нас всегда так или мы приехали еще не ревет или мы приехали уже отревел но все равно хоть ревет хоть не ревет следы как охотники говорят документ а зверь оставляет следы при достаточном опыте можно понять что зверь есть потом когда зверь ревет он копает такие ямы то есть он стоит нервничает психует рогами мох раскидывает когда подходишь к такому месту видишь это и представляешь как он тот резвился это он сердился он где желтый лес несколько раз я видал как звери ревут прям живую видал представляется что они там разбегаются страшным образом рогами тыкают друг друга наносят раны то что я видел это стоят два быка воткнулись друг друга рогами и чисто шеями друг друга пытаются с места сдвинуть задавить больше всего напоминает как мужики на руках борются кто кого задавит задавил значит победил рев неравномерный неоднородный зависит от погоды зависит от времени зависит от места значит они начинают реветь в начале сентября числа седьмого десятого всего два три дня звери ревут хорошо это как раз тот период когда они собирают вокруг себя самок ведь на этот рев еще и самки идут а потом они притихают нельзя сказать что они не откликаются откликаются но идти не идут он просто собрал вокруг себя самок ему надо их огулять работы много и он особо то не будет ни себя выдавать не конкурентов к себе приглашать а дело свое делать потом значит покроет это мое мнение я не знаю может люди считают по другому они ему уже не дают тогда он их бросает и пошел искать себе других это будет уже после 20 сентября вот тогда тогда и начинается рев мы не трогаем зверей которые начинают кричать рано в общем до 20 числа мы на охоту не ходим я не хожу более эмоциональной охоты чем охота на реву я не знаю вся красота этой охоты заключается в том что ты вступаешь диалог со зверем тебе надо его убедить что откликается ему такой же бык тебе надо чувствовать как крикнуть когда крикнуть выдержать нужную паузу и самому испытывать сексуальный триумф и отчаяния а все это происходит в сумерках или поздно вечером или рано утром когда где-то видно где-то не видно и надо сделать верный выстрел это главное наверное условия в охоте на реву потому что но как бывает другой раз кричат крикнут услышали что здесь бык стоит 2-3 человека если найдут узкое место или знают тропы толкнут его и получается загон в загоне раз добыли бывает даже собак отпустят но какое-то рев а это не рев это уже просто охота там добыча а красота это вот когда ты с ним справился когда он тебе пришел не думайте что прям крикнул в дудку и он как как очумелый стоит а голова не варит нет все варит малейший неверный звук имеется ввиду в дудке или чуть фальшивил или дух хватанул или какой посторонний звук все заткнулся нет быка тайга пустая тайга молчит никого нет а только что тайга пела лучше всего у костерка ночевать то ли спишь то ли не спишь это ревное место зверь живет рога чешет постоянно прислушиваешься как ток где-то загудела соскочил у костра немного отойдешь крикнешь ведь не для того чтобы он там пришел к тебе сейчас или добывать а просто ответ послушать рев еще сильно зависит от места есть у них излюбленные места где они из года в года ревут люди знают эти места эти долины рек или хребты где зверь ревет хорошо вот наклоненность еще одно такое ревное место когда ненастья когда самое вроде бы и неудобное время чтобы охотиться снег может идти дождем ветер не слышно зачастую плохо слышно вот тогда и ревут ревут весь день вон идет идет глаза врага показались нормально нормально ты подожди не стреляй пока сейчас появится весь вытихнет Вон он идет, пускай идет. Не стреляй, пока не выйдет, да он в кедрах, сейчас появится. Я его вижу, я не вижу, вижу хорошо. Молодец. Сто процента чистая работа. Профессионалы. Выстрел был четко сделан. Потом, когда подошли, пуля пробила основание черепа. То есть зверь умер мгновенно. Валера отлично справился с задачей. Молодец. Дело сделали. Один выстрел, все четко. Зверь даже не понял, что с ним случилось. И хорошо. Вот трапезу готовят. Ребята соскучились. Вся, да. Ручок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Валера добытчик. Вон, видишь, кормили, слушай. Ну, вчера кормил, позавчера кормил. Имеется в виду, готовил. А сегодня все дни. А сегодня еще и добыл и опять готовил. Я бы, Валера, на твоем месте уже пошел и лежал бы, да, и команда. Про Игоря скажу. Отличный парень. Хороший охотник. Стойкий парень. А еще Игорь очень интересный и своеобразный рассказчик. Крутые деревья и кабан на него сразу. Головой батак уже. Ха-ха-ха. На клык его он походить, а? На клык его он походить. А-а-а. Раскота это же после трепода. Раньше со всего курсу-курского этого аймака есть кутук. Кутук. Я уже... Уже у Валерки рассказывал. Последний раз ездил на кухню через границу. Еще в Мондах. Стой там засунутся на закат. И хорошо его видно. Пыль. Идет. Гурт. В прошлом году Серега втроем они постоянно кубанов гоняют. Тихо. 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 Странные такие. Один там наверху валает. Туда побежишь. Один внизу, по чаю, мотался, да, туда. И сам еще, когда поднимаешь, все, по пути стреляешь. Я скажу только, что мы поехали едва знакомыми людьми, а вернулись настоящими друзьями, сложившейся командой, и очень надеялись, что мы еще не одно путешествие сделаем вместе и на снегоходах, и на квадроциклах. Ну, качка тут, да. Едем в тумане. Так, по верху и поехали. Да. Почему? Продолжение следует...